Добрый день. В эфире библейский портал Экзегет. К нам пришел вопрос. Мне изменяет муж. Как быть? Тяжелый, очень горестный вопрос. Вопрос. Наверное, надо вспомнить слова Христа о том, что единственной причиной развода, которая с точки зрения нашего Божественного Учителя уважительна, это супружеская измена. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, не женится на другой, тот прелюбодействует. Или, а я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния. Почему? Потому что прелюбодеяние – это такое предательство, единство, что после этого сердце человека, преданного и пострадавшего, оно может уже не справиться с этой раной и потерять любовь. Бывает, что человек может простить. А есть люди, которые не могут простить. Но в любом случае, простить или не простить, можно только если муж, согласно вопросу муж, кается и имеет намерение больше к этому не возвращаться. Вот если муж говорит, что это будет продолжаться, я так решил, тогда, конечно, семьи построить невозможно. Особенно, если мы говорим о христианской семье как о малой церкви. Как о святыне, которая освящена таинством венчания. Вот поэтому в какой-то момент, если один из супругов имеет намерение и дальше продолжать так жить, то надо разойтись. И терпеть это, вы знаете, это все равно, что топить избу зимой, когда у вас открыты все окна и двери. Все ваше тепло, вся ваша любовь, она будет разбиваться об эту измену постоянную. И дети будут расти в этой лжи. И они вырастут, конечно, нравственно изуродованными людьми. Поэтому, если муж изменяет и кается, то вы должны решать, прощаете вы его или нет. Лучше, конечно, сохранить семью. Если вы видите, что человек приносит покаяние, потому что мы же все время просим Господа, чтобы он нас простил, когда мы каемся. Особенно ради детей сохранить семью лучше, конечно. Но если это продолжается и продолжается, и конца и края этому не видно, то стоит ли хранить такую семью? Мне кажется, что нет. Субтитры создавал DimaTorzok